привет друзья сегодня расскажу об одном своем ноже туристическом это викторинокс гиркулес живет он со мной наверное уже лет пять первый год был викторинокс гиркулес еще старой серии с ригельным замком потом его поменял вот на такой слайнер локов брал его вообще-то как временное решение я мечтал себе взять какой-то мультитул может лизерман но лизерман был дороговат я как решил думаю возьму я пока временно себе викторинокса и в итоге в итоге попользуясь викториноксом я уже не готов его менять не на лизерман не на что другое потому что именно для туризма именно для моих условий ну он оказался более практичным вот и все более практичным я никогда не был особо поклонником фирмы викторинокс ну вот невольно я как бы им стал хотя больше у меня нет других ножей викторинокс ну как-то я угадал сразу с моделью что я даже и не вижу альтернатив гиркулесу вот именно с точки зрения туристической так что же в нем такого особенного и почему именно гиркулес на самом деле если рассматривать туристические ножи то естественно мысль приходит серии 111 миллиметров так как она не сильно маленькая никак офицерские 90 111 полноценный более-менее ножичка вот и выбирая среди серии 111 на самом деле это выбор то и небольшой если так подумать потому что хотелось бы нож с ножницами в серии 111 ножнички есть всего лишь в трех моделях если так говорить то это в аутрайдере четырехрядном аутрайдере геркулес пятерядный которому в котором есть пассатижики и ворк чемп уже с напильником ну вот чем с напильником конечно не нужен что касается выбора между аутрайдером геркулесом то лично для меня оказался очень полезный этот инструмент эти маленькие пассатижики я чуть позже про них расскажу но это было для меня самого неожиданностью то есть я считаю что наверно тут основной инструмент или один из основных вот так что поэтому викториноз геркулес ну практически без альтернативный вариант ну что видно да по по накладочкам такое что нож дома не лежит что он такой же поношный накладочки поменять брал его в дополнение к мора но сейчас я нож мора свой даже и редко беру не так часто беру не всегда достаточно викторинокса потому что как бы кто там не говорил но основная задача для ножа в туризме не такие уж они и серьезные то есть такие уж там страшно что то нужно прям такие мощные прочные ножи как правило это все равно в 90 процентов случаев это приготовление еды работа по продуктам никакого батонинга у меня вот лично нету не бывает я вообще не знаю как батоник там рубят какие-то там бревна в походах и понятия не имею вот ну построгать что-то там вырезать но это крайне не редко нужно но и я уверяю что это нож прекрасно с этим справиться даже складничок так что вот он стал как-то наверное основным давайте пройдемся по по инструментам раз уж мы про него разговариваем про него говорим первое это клиночек клиночек небольшой но уже достаточный чтобы более-менее нормально работать режущая часть 8 сантиметров у него обувь ну наверное миллиметра два острый кончик ногтевое открывание ногтевое открывание может выглядеть архаичным многие за этого викторинокс не любит но на самом-то деле ногтевое открывание уже несколько веков на ножах склонных используется и на всех советских ножах и люди уже за эти года так привыкли то есть тут ничего не забивается все интуитивно понятно все уже отработано ничего сложного нету но зато никаких лишних габаритов никаких лишних конструкций все просто фиксируется на замочек лайнер лог даже не так на самом деле у этого клинка два замка 1 пружина 2 лайнер лог поэтому когда многие жалуются что есть люфт на лайнер лог люфта и на самом деле нет чтобы люфта появился нужно надавливать пересиливая пружину то есть вот он небольшой микроскопический люфтик именно до лайнер лога но даже если плане лога не было клинок бы не болтался он все равно подпружинен он все равно как на обычных викторий ноксах полностью прижат к раннему положению так что этот люфт я не знаю меня совершенно не раздражает и чтобы он появился это надо приложить усилия лайнер лог немножечко непривычный мне показался там первые несколько дней потом к ним привык есть промежуточное положение у клинка чтобы он не захлопнулся на пальцы вот здесь вот вы видите 90 градусов и дальше он складывается еще дальше пилка прекрасная викторий ноковская пилка но в моей практике используется не очень часто потому что ну что там но бывает какой-то надо какие-то ветки срезать там поросль какая-то мешает палатку поставить там может быть стоит что-то обрезать но это это все редко можно колышек спилить с ровным срезом чтобы там удобнее было завить серьезно выручила пилка мне один раз по дороге налетев на камень оторвал снизу бампер и он волочился по земле и это буквально за десять минут пластиковый бампер юбку бампера отпылил вот просто взял и отпилил в общем пилка я думаю что мне не найдет дров и не напилите конечно ничего такого особо серьезного не сделаете но она рабочая открывашки давайте затронем тему открывашек значит открывашка для бутылок с отверткой который тоже фиксируется на лайнер лог специально такой силовой инструмент сделан здесь что там можно что-то им ну поддеть что-то ковырять на самом деле я им пользуюсь редко потому что как отвертка ну такая крупная отвертка которая ну не знаю плоской мне почти никогда не не нужна ну поддеть да там бывает что скатываешь открываешь может быть ну в общем на самом деле не так часто нужно что касается открывашки для консервов здесь хочу особо отметить наверняка тоже будут такие люди которым открывашка будет непривычно я когда начал им пользоваться меня это открывашка откровенно раздражало раздражало потому что я привык к кривашкам которые сделаны в виде крепка как на резермана как на старых советских ножах который открывается движением на себя здесь же открывается движение вперед но открыв там баночек 10 я уже как-то более-менее смирился потом стал обращать внимание что скрывает она с меньшим количеством острых краев больше заглаживает потом вообще привык и сейчас я могу сказать что она мне нравится наверное даже больше чем простые кривашки потому что на самом деле открывает безотказно открывает более гладко то есть не пугайтесь она просто дело привычки и теперь я понимаю есть любители ваших любителями на такой конструкции кривашек на самом деле ничего такого в ней страшно нет просто дело привычки ножнички давайте зайдем на тема ножничек ножницы викторинокс конечно же хорошие известные ножницы врежда не превосходно ни для кого не секрет специально хотел именно нож викторинокс ножницами потому что сами знаете на лодке палатки там даже вырезать заплатку какую-то на лодку если случится что кабеля чтобы прокололи там заплатку на палатку в общем для ножниц бывает бытовое применение и хотелось бы их иметь мало кто знает что ножницы викторинокс это единственный инструмент который выпускается без изменений с самого начала их появления в конструкции ножа а это на минуточку с 1903 года то есть конструкция этих ножей форм-фактор дизайн не менялись с появления в 1903 году за исключением что здесь был на старых моделях тут был винтик а сейчас заклепка вот и вся разница то есть это тоже говорит о том о той удачной конструкции которая была изначально заложена здесь под ножницами идет крестовая тверточка philips прекрасная крестовая тверточка philips поскольку она в торце удобно не работать как простой твердкой ну бывает нужно что-то разобрать то рацию открыть и отвинтить надо было то еще что то то есть то светильник не работает какой-нибудь то есть крестовая тверточка как правило находит применение но вы сами прекрасно понимаете тем более она такая достаточно длинненькая то есть даже в углубление можем залезть куда-то отвертка работает дальше главный ряд я считаю главным рядом это отвертка с такими пассатижиками пассатижики многие как бы даже я слышал посмеиваются я тоже не серьезно относился к ним пока не начал пользоваться и применение к этим пассатижикам на практике находится постоянно постоянно то есть это и поджать какой-то замок на молнии и вот у меня там собачка на молнии отваривалась даже просто застегнуть молнию схвативший за сам замок и что там делал и переставить какие-то горячие там миску какую-то с плитки спокойно берется переставляется там что-то достать кто за кто увлекается рыбалкой можно как экстрактором отцепить блесну там издав чтобы не лезть в пасть либо не врезаться в зубы крючок оцеплить один раз у меня этим пассатижик им была проведена целая операция щеночек хаски на острове бежал вдоль берега была какая-то заброшенная донка подцепил леску и крючок впился под кожу ушел полностью под кожу только там с трудом нащупал краешек ушка и варианты было два то есть либо ехать и ветеринарку то есть возвращаться с острова на берег искать где есть ветеринарка чтобы вытащить крючок либо попробовать аккуратно одним движением вытащить крючок и эта операция прошла успешно четко и аккуратно одним движением из-под кожи достал крючок дальше удобно очень сшить здесь есть такое углубление на на этой заклепке и когда шьешь особенно плотные материалы то есть там джинсы или кожа вот тут такая есть выемка иголку продавливаете а с той стороны схвативший за иголку вытаскивать прямо легко руками никогда так не сделаете также можно что-то зафиксировать помощью пассатижиков то есть такая особенность что когда складываете пружина поджимает губки можно например что-нибудь ну любой предмет поставить зафиксировать и тут например там тот же крючок навязывать или когда нужно что-то зафиксировать там не знаю сами придумайте что вот так что эти пассатижики полезны используется постоянно под этим пассатижиками находится еще одна крестовая дверка но такая уже более более крупная более массивная под больше под больше под более большие шурупы ну соответственно тоже применение находит штопор штопор ребята у меня используется по прямому назначению да могу иногда открыть бутылочку сухого вина и хорошо что штопор есть под рукой стандартный пинцетик в плашке пинцетик викториноксовский на самом деле вот я считаю что он у меня вот он практически бесполезный то есть как как-то у меня не используется кто-то говорит что занозы доставать ну занозы на самом деле достать можно чем угодно многое способ достать занозы и пинцетик вниз не самый удобный что касается там кто-то говорит клеща там для клеща пинцет не очень хорошо подходит на самом деле там есть другие способы таким пинцетиком клеща доставать не нужно просто не нужно вот я его использовал как хранение для иголки в одно время ну да вот как иголка хранить ничего ну и все-таки да лучше когда он есть понятно что можно найти им тоже применение но вот у меня он просто пока как-то не особо задействован зубочистка а вот зубочистка у меня кстати используется по прямому назначению и практически постоянно кто-то говорит не гигиенично не знаю что там не гигиенично у вас помыли и ты тоже вставили вы же зубную щетку тоже не один раз используете тоже моете убираете и пользуетесь так что если вы пользуетесь сами ничего такого нет не вижу но зато это одна из самых удобных зубочисток вообще из тех что я встречал то есть никакая палочка там не какая-то веточка этого не заменят она твердая гибкая тонкая то есть очень хорошо кто-то там чистит нож говорит для чистки ножей подходит ну наверное да наверное тоже можно использовать если вам зубочистка не нужна но в общем-то она стоит копейки заменить ее недолго и у меня она в общем-то в использовании развёрстка шила используется да иногда используется нередко нужно делать отверстие просверлить отверстие по что бы то ни было проковыривается рассверливается все прекрасно что еще хочу сказать ожидаю нажиманские нажиманские вопросы про качество стали правильное удержание заточки я вам скажу так сталь здесь хорошая вполне хорошая сталь она твердая заточку она держит нормально нормально держит заточку хорошо я даже сказал правится легко да там я не понимаю вот это вот погоня за сверх твердыми порошковыми сталями мне кажется в современном мире на практике обычные стали вот такие качественные их более чем достаточно для туристических походных условий никогда никакие проблемы с этим не было так что друзья если кто-то думает ну я рекомендую да один его недостаток я бы назвал основной что все таки нож есть не самый легкий хотя небольшой то есть скажем если рассматривали там для пешего туризма то наверное да там можно посмотреть что-то полегче или может быть на самом деле пойти на компромисс и взять аутрайдер четырехрядный который будет полегче по компактнее вот но с другой стороны и там те же мультитул еще тяжелее ценные большие мультитулы что касается мультитул или викторинокс то я бы рассматривал мультитул именно в том случае если у вас планируются какие-то технические работы если вы там собираетесь и выходите выезжаете там на снегоходы на велосипеде там и вы планируете этим ножом еще делать какие-то ну работать с техникой тогда наверное мультитул более оправдан а вот с точки зрения туризма то конечно есть хотя бы нож вот такой полноценный нож то есть им удобно работать ладно всем пока своим мнением поделился нож показал всего доброго до встречи